Танк Т-72Б1 Расыпаются, разваливаются, нерабочие, ну я собрал, у меня получилась довольно хорошая рабочая лента, и как видите, ничего не рассыпается. Одна лента и вторая лента. Я показывал в первой серии, что я пальцы немножко смачивал клеем после вклеивания, используя клей Мистер Хобби Супер Текучка. Получились нормальные, хорошие рабочие траки. Собрал подвеску, ну и как, я думаю, у многих такое бывало, что маленькие детали иногда попадают в черную дыру в квартире и не находятся. Так у меня получилось с маленьким поддерживающим катком. Ну, я взял с другого танка, там были запасные на литниках, и применил его здесь. Все равно его не будет видно, закрыто будет все бортовыми экранами. Подвеска в танке рабочая. Но я вам рекомендую, друзья, я уже собираю не первую модель фирмы Мэнг. Именно Т-72 и Т-90 собирал. У них одинаковая ходовая, одинаковые детали. И я рекомендую первые и последние торсионы отрегулировать при помощи кондуктора специального. И после этого их намертво приклеить. В наборе дается специальный кондуктор, при помощи которого вы можете отрегулировать балансира. Он вот так вот вставляется другой стороной. И здесь вы их смазываете клеем. После этого даете высохнуть, и они остаются в одинаковом положении. Но первый и последний я вклеиваю намертво и объясню почему. Если вы в наборе будете использовать точеный ствол, это 100% у вас модель просядет немного вперед. И будет такое ощущение, что танк готовится к прыжку. Но даже если вы ствол не будете использовать, он все равно со временем подседает вперед или назад. Не знаю, с чем это связано. Но на первой модели, где я делал полностью рабочую подвеску, у меня был точеный ствол, у меня модель довольно прилично просела. Потом пришлось уже на покрашенной модели подклеивать передние балансиры. Теперь поставим катки. Чем мне нравится модель MENG, тем, что очень хорошие балансиры, силиконовые вкладыши в катках. Очень крепко, хорошо они вставляются. И можно во время сборки всегда их поставить и смотреть, насколько четко у вас становится модель накатки. Нету ли никаких перегибов у ванны корпуса, может где-то балансир неправильно закреплен. Это все хорошо проверяется. Поставил модель. Нигде никаких перекосов. Все ровно стоит на коврике. Все по одной линии. И ждет, когда уже оденем траки на модель. Собрал ленты. Примерно прикинул. В наборе сказано поставить определенное количество траков. Я поставил, но у меня такое ощущение, что надо еще один добавлять. Потому что уж сильно они получаются в натяжку, чтобы впоследствии не порвались, лучше добавить один трак. Как видите, как раз его и не хватает. Сильно не натягивать. Натянуть-то можно, но она будет как струна. В наборе есть запасные траки. Остались. Можно добавить. Думаю, хуже все-таки не будет. Еще раз продемонстрировал рабочую гусеничную ленту. Ходовую собрал. Теперь будем, немного пособираем верхнюю часть корпуса. Приклеим ящики ZIP. Запасные баки. Использую клей Mr. Hobby. Супер текучий. Клеем очень доволен. Хорошо растекается. Очень хорошо. Быстро высыхает. Не оставляя на модели никаких пятен и следов. Предварительно детали срезал, зачистил, подготовил. Всегда люблю все предварительно подготавливать, чтобы детали были хорошо зачищены. И потихонечку приклеиваем. Модель в сборке очень хорошая. Все стыкуется отлично. Без каких-либо инцидентов. Рекомендую хорошая модель. И приятная новинка 2017 года от фирмы Moeck. Если вы вдруг желаете приобрести данную модель, то приобрести ее можете на сайте интернет-магазина ЯМоделист. В магазине большой выбор моделей, большой выбор химии, наборов для диорам. Очень хорошая быстрая доставка. В Белоруссию приходит посылка в течение недели. Нужно смотреть города, в которых есть транспортные терминалы. Я думаю, в областных городах уже все это есть. По России вообще проблем нет со СДЭКом. Видите, все становится на сухую. Без проблем. Подклеиваем. Откроем инструкцию. Хоть модель я делаю не первую, но все равно нужно доверять инструкции. И сверяться, чтобы не было косяков. Чтобы правильно поставить детали, нигде ничего не перепутать и не ошибиться. Даже опытные люди иногда ошибаются. Вот. 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 Дотрагиваюсь клеем, он отлично растекается и очень быстро высыхает. Я не поддерживаю этапы сборки, я собираю как мне более удобно собирать. Дотрагиваюсь клеем, вставляю боковые детали. Дотрагиваюсь клеем. Потихонечку. Вклеиваю. 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 Луки закрываю наглухо. Интерьера в модели нету, показывать нечего. Если вдруг перелили клея, немножко дунули, он сразу же испаряется. Эти детали пока приклеивать не буду. Соберу передний бронелист, потом их склею. подклею. Сейчас пока что смотрю, подгоняю, чтобы все было хорошо зачищено, чтобы все становилось на свои места. все хорошо получается. без проблем. подклеиваю. Вот эту деталь. Наверное, на этом буду заканчивать эту серию, чтобы не было сильно длинной. смотреть длинные серии не всем нравятся. Да и надо подготовить еще детали. а потом что-то снимать. Все, друзья, на этом буду заканчивать эту серию. Кто не подписался, подписывайтесь на канал, комментируйте, пишите. Все. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok